Минувшая неделя заставила нас задаться вопросом, а хорошо ли, что долгожданный Volkswagen Multivan поколение Т7 переехал на легковую платформу? К новому Infiniti QX60 вопросы тоже имеются. Почему новинка вдруг декларирует крайне спокойный, если не сказать консервативный стиль? С дачей Duster, наоборот, всё понятно. Спустя четыре года после премьеры кроссовер пережил плановое обновление. Но его российской версии обновляться пока рано. Мир коммерческого транспорта вообще прост и прозрачен, как никакой другой. КамАЗ, видя, как дорожает солярка, готовит газодизельный тягач нового поколения. А европейцы Mercedes Actros и Fiat Ducato переходят на электричество. В мире микроавтобусов, или если хотите больших минивэнов, так как грань между этими классами чрезвычайно тонка, ориентиром был, есть и скорее всего будет мультивэн от Volkswagen, который наконец сменил поколение. И если прежний мультик был вскроен по грузовым канонам, то седьмая генерация – ну чистая легковушка. Ведь под новинку подкатили легковую платформу MQB с низким уровнем пола, возможностью гибридизации и современной электроникой. Вообще, из-за формы кузова, с сильно выпеченным полукапотом, большим наклоном передних стоек и покатным силуэтом, Т7 кажется меньше своих предшественников. Но это лишь иллюзия. Габариты очень близки, а внутренняя высота салона даже увеличилась. В самом салоне установлены семь индивидуальных кресел, которые можно двигать, поворачивать или вообще вынуть. Притом облегченная конструкция сидений делает трансформацию как никогда простой. Также модель сохранила фирменный столик-подлокотник. О передней панели сказать особенно нечего. Она выполнена многоэтажной, но формы достаточно консервативные. Поскольку механических коробок не будет вообще, управление трансмиссией переведено на кнопочный селектор. Кроме того, из легкового мира новинка получила множество электронных помощников, включая фирменный полуавтопилот, готовый работать на скоростях до 210 км в час. Также предусмотрены продвинутая мультимедиа-система, виртуальные приборы и многое другое. А еще Multivan впервые заимел бензоэлектрическую заряжаемую версию, в которой 150-сильному мотору помогает 85-киловаттный электродвигатель. Комбинированная отдача системы свыше 200 сил, а тяга передается через шестиступенчатый преселектив. Позднее появятся полутора- и двухлитровые турбомоторы, а в следующем году компанию им составят двухлитровый турбодизель. Все они используют семиступенчатый робот DSG, а привод может быть строго передним. На рынке новый Multivan будет представлен сразу и в коротком, и в длинном вариантах. Но пока представлен только первый, а второй обещает рекордный объем пассажирской части салона – целых 4 кубических метра. И финальная ремарка. С выходом Multivan серии Т7 прежнее семейство Т6-1, вышедшее родом аж из пятого поколения коммерческих Volkswagen, никуда не денется. В гамме останутся коммерческие версии транспортера плюс кемперы Калифорния. Затем компанию им составят полностью электрический фургон и минивэн, что вырастут из стильного концепта ID-Bus. Так что большое семейство Т-серии будет сформировано из очень разных и по формату, и по технике машин. И к коммерческому транспорту другого масштаба. Биржевые котировки на дизельное топливо на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже обновили исторический максимум. И, скорее всего, этим летом мы встретим небывало высокие цены на солярку. Поэтому газомоторное топливо становится все более популярным среди перевозчиков. И, видя спрос, автозаводы делают предложение. Так КАМАЗ закончил разработку газодизельного тягача нового поколения. Он оснащен рядной шестеркой, которая запускается на дизеле, а затем частично переходит на метан. Газом может замещаться до 40% всего объема подачи топлива. При этом метан сегодня стоит около 20 рублей за кубометр. В ближайшее время модель пройдет процедуру обязательной сертификации. По предварительным данным, газодизельный тягач по мощности и моменту не должен уступить чисто дизельному, но будет экономичнее. Продолжим разговор об альтернативных источниках энергии. В 2016 году Мерседес анонсировал программу электрификации Актраса. А сейчас, наконец, вывел серийную версию аккумуляторной машины. Любопытно, что немцы раздали несколько машин лояльным перевозчикам, которые безжалостно гоняли батарейную экзотику по дорогам Германии, Швейцарии, Бельгии и Нидерландов. Это позволило мерседесовцам учесть отзывы клиентов на ранней стадии. Самое удивительное, что презентуя грузовую электричку, пресс-служба не опубликовала никаких технических данных. Обещано лишь, что товарный вариант превосходит тестовые по мощности, запасу хода и другим характеристикам. Нам это малоинтересно, но европейской публике подобную информацию раскроют во время запуска производства машины. Последняя состоится во второй половине этого года. ДИЗЕЛЬНОМ ИЛЕКТРИЧЕСКИ ФИАТ ДУКАТА Центрального пассажира на время перекусов теперь готова выполнить функции столика. И, конечно, развозному итальянцу пришлось обрасти электроникой, включая адаптивный круиз-контроль и другие ассистенты. Также инженеры внедрили несколько зарядных разъемов, электрический ручник и систему бесключевого доступа. Обещано, что дизельные моторы стали немного экономичнее, но подробностей нет. Касается ли это российских версий, не сказано. Ведь пока московский офис Стелантиса промолчал по поводу возможного выхода новинки на рынок. А вот родственник ФИАТа, обновленный ИВЕКО ДЕЙЛИ, уже вовсю продается. В грузовом автопроме время бежит медленно. Этот ИВЕКО ДЕЙЛИ представили в 2014 году, а сейчас он пережил модернизацию. Модернизация вышла скромной, но толковой. Передний бампер сделался трехсекционно, так что при легких столкновениях ремонт обойдется дешевле. Фары стали светодиодными, при том эффективность ближнего и дальнего света выросла на 12%. В салоне появился приплюснутый снизу руль. Такая форма удобна, когда водителю приходится постоянно вылезать из кабины, а потом забираться обратно. Панель приборов украсил небольшой цветной дисплей. А вместо стандартной магнитолы можно заказать крутой медиакомплекс. Водительское сидение подрессорено уже в базовой комплектации. А вот за электронные ассистенты, ради которых инженеры внедрили электрический усилитель руля, придется доплачивать. К слову об оплате. Машины итальянской сборки стоят около трех миллионов рублей. В рамках ланча был заказан достаточно большой ланч-сток автомобилей для того, чтобы насытить первую потребность потребителей в новом продукте. Поэтому в настоящий момент, в текущий момент, я считаю нас счастливчиками, у нас будет в наличии автомобили. Проще говоря, дефицита товарных машин быть не должно. Во всяком случае, на ходовые версии. А ведь маленькие Века имеют массу исполнений, предлагая выбрать длину кузова, объем грузового отсека, размер колесной базы, а также полную массу. Кроме того, в гамме присутствуют двухрядная кабина, двухскатная ошиновка и автоматическая коробка. Дизельных двигателей по большому счету два, объемом 2,3 и 3 литра. Но они перекрывают диапазон мощностей от 136 до 210 сил. Ну а закрепить успех Дейли должна вариативность. Ведь появление метановой версии просто обязано подстегнуть продажи. Да-да, итальянцы решились предлагать метановый вариант. Под его капотом скрывается трехлитровый силовой агрегат от дачи 136 сил. И к нему, помимо механики, также предлагается восьмидиапазонный автомат ZF. Что касается соперников, то единственным рамным конкурентом была и будет нижегородская «Газель». И с выходом свежего поколения NN давняя конкуренция, разумеется, станет острее. Перейдем, наконец, к легковым премьерам. Те времена, когда Infinity совершала одну дизайн-революцию за другой, похоже, безвозвратно прошли. Во всяком случае, свежее поколение кроссоверок UX60 декларируют крайне спокойный, если не сказать консервативный, стиль. Представители марки оправдываются. Отказаться от вычурности их попросили клиенты. Поэтому минимализм и тяжеловесность — новые киты, на которых зиждется дизайнерская философия 60-ки. Также немного поменялся формат. При прежней колесной базе длина уменьшилась, а высота, наоборот, увеличилась. Но, опять же, никакой самодеятельности. Правки сделаны исключительно по просьбам клиентов. Коррекция габаритов позволила улучшить геометрию посадки на втором и третьем рядах, что добавило пассажирам место для ног. Сама конфигурация салона традиционна. Посередине может стоять либо трехместный диван, либо пара кресел. Любопытно, что объем багажника сделался скромнее, но в пятиместной конфигурации, наоборот, стал вместительнее. Также Infinity декларирует более объемистое подполье для хранения вещей. Солидная передняя панель выполнена многоэтажной, а на нижнем ярусе расположился сенсорный блок управления микроклиматом. Нажатие виртуальных кнопок сопровождается вибрацией, но вращающиеся рукоятки для регулировки температуры тоже сохранились. Улучшенная шумоизоляция, множество зарядных портов и трехзонный климат-контроль были вполне ожидаемы, а вот топовая версия Autograph с полуанилиновой кожей, деревянным шпоном и массажером сидений – приятный сюрприз. Под капотом свое присутствие сохранил 300-сильный бензиновый V6, но вместо вариатора ему отныне ассистирует 9-диапазонный автомат. Причем специально для Infinity немецкая фирма ZF снабдила коробку активными опорами, что гасят вибрации. В трансмиссии прописалась новая муфта подключения задней оси, которая срабатывает ощутимо быстрее прежней. На выбор предусмотрено 5 режимов ездовой электроники, не считая ручного. Это стандартный, экологичный, спортивный и зимний. Схема шасси принципиально сохранена, но свежие настройки добавят машине комфорта. За торможение теперь отвечают более крупные диски и производительные суппорта. Фирменный полуавтопилот система ProPilot Assist учитывает показания навигатора. То есть кроссовер готов заранее сбросить скорость перед сложным поворотом или знаком ограничения скорости. На ключевом американском рынке второе поколение QX60 ждут до конца этого года. Ну а мы потерпим подольше. Притом получим не стандартную, а слегка дефорсированную версию, адаптированную под российский бензин. А теперь поговорим об автомобилях попроще. Для нас Duster второго поколения все еще считается новинкой, а в Европе кроссовер продается почти 4 года. Так что рестайлинг евроверсии, процедура вполне ожидаемая и своевременная. Правда, авторы обновления пошли по самому бюджетному пути. Да, оптика спереди и сзади перешла на диоды, но форма фонарей и фар осталась прежней. Смену радиаторной решетки комментировать вообще глупо. В салоне 6-дюймовый тачскрин медиасистемы заменили 8-дюймовым. К слову, в российский Duster сразу поставили экран на 8 дюймов. Сама мультимедийка стала шустрее и совершеннее. Из мелочей перечислим передатчик Wi-Fi, новый бокс между сидениями до 4 зарядных разъема. Притом появление всех этих приятностей не повысило, а наоборот понизило цену машины на целую 1000 евро. Моторов по-прежнему 4. Один дизельный, пара бензиновых и один битопливный, что готов работать на бензине или пропан-бутане. Со всеми трудится механическая коробка, но для самого мощного варианта стали предлагать и 6-ступенчатый преселектив. В принципе, от европейского Duster нашему нужны только светодиодные фары, ведь ту же медиасистему наша машина получила изначально. Но вместо капризного преселектива мы имеем вполне надежный вариатор. Еще одна новость от румынской дачи. Для бюджетного бренда придуман свой фирменный шрифт и полностью новый логотип. Теперь вместо пивной открывашки марку будет представлять нечто вроде большого икса. Стилизованные буквы DC зеркально отражают друг друга. Кстати, DC по-английски это постоянный ток, хотя едва ли это означает скорую электрификацию бюджетной марки. Новое лого вовсю применяется на онлайн-площадках дачи, которые теперь оформлены цветом хаки. На автомобилях же такая эмблема появится только во второй половине следующего года. А поскольку дачи и лада теперь родственные бренды, объединенные под крылом одного подразделения, этот выпуск мы продолжим новостью из Тольятти. Притом не самый приятный. АвтоВАЗ планирует двинуться в более высокую рыночную нишу. Мы продолжим предлагать достаточно доступные автомобили на нижнем пороге ценового сегмента. Но в то же самое время, в перспективе следующих пяти лет, мы планируем выйти по цене автомобиля намного выше, чем порог в один миллион рублей. Кстати, на автогиганте уже давно ходят слухи, что для Весты, когда появится новейшая гранта, создадут отдельный бюджетный суббренд. А нынешняя дешевая гранта останется на конвейере долгожителям вроде Приоры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова